всем привет с вами светлана и сегодня будет еще один тег вот юлии мирошниковой поиск или стабильность ну давайте начнем первый вопрос каким набором и как вы познакомились в начале своей вышивальной карьеры я уже много раз рассказывала что моя вышивальная карьера началась не с наборов хаедов да то есть это были схемы и подбор вот и после отшива нескольких хаедов я наконец узнала что есть наборы и первый мой набор это был набор от desimworks по рональду уэсту молодожены вот и увидела я этот набор и не смогла не купить его вот так что это был первый набор и так что привлекло что не понравилось в нем что привлекло привлекло привлек сюжет привлек сам художник привлекла атмосфера ну и привлекло то что это что-то новое потому что до этого набора я не вышивала что не понравилось это все остальное представьте мой первый набор я его открываю в нем канва которая скошена отрезана да то есть она отрезана не ровно просто вот так вот так это кривая иголка ну то есть было это смешно конечно с одной стороны сейчас уже даже смешно что все в одном так у меня получилось он клюзив с этим набором но я настолько была воодушевлена сюжетом что мне было наверное все равно и я решила что вышивать я не буду на этой канве ужасно на этой аиде и начала искать на какой бы основе мне вышивать и увидела чит случайно belfast 32 от свой гард покрашенные такими голубыми разводами я подумал о как замечательно будет голубое небо ну и стала шить это было мой первый лен и таким образом и первый набор и чем-то получилось что то что муж как бы не было счастья счастье да несчастье помогло если бы не вот это вот ужасная комплектация для sim works мне бы не я бы не начала тогда вышивать на льне что еще не понравилось дико дикие нитки но в том плане что они просто были на органайзере перекинуты и даже никак не закреплены ничего плюс их нужно было идентифицировать то есть по наименованием ниток следующий вопрос стали ли вы и дальше вышивать набор этого производителя или начали изучать искать другие фирмы следующим мой проект был реолис шиповник потому что то есть как бы я не зациклилась именно на производителе дни я иду всегда от сюжета вот и поскольку у dessin works был еще сюжет с ванной вот это те же самые толстячки по клеши то я купила и его он какой-то у меня там четвертый что ли было по счету по счету ну то есть меня не остановило то что комплектация дикая и совершенно ужасающие все как-то подготовлено для вышивки но мне вот нужен был именно сюжет поэтому я купила конечно ну и соответственно искать другие фирмы тоже я стала я стала интересоваться какие есть другие сюжеты и вообще искать свои сюжеты и соответственно покупать наборы следующий вопрос был ли у вас опыт вышивания по авторским схемам имеется ввиду отдельные дизайны не входящие в известные фирмы так опыт вышивания по авторским схемам да у меня конечно есть опыт вышивания по авторским схемам потому что в поиске сюжетов я набрела на дизайнеров схем дизайнеров схем что меня очень сильно обрадовало ну то есть и я поняла что есть еще и такая опция ну на самом деле все просто все шло от рональда уэста я искала вот этих пухлешей толстячков и все сюжеты с ними и и набрела на к екатерину ну катерину бесперстову который есть разработку две разработки по рональду уэсту причем значит это красавицы на отдыхе там две такие булочки сидят к нам тыльной стороной на море на пирсе и булочка с корицей там где ну сами знаете то что у меня на заставке но на канале вот и когда я начала общаться с катей для покупки этих схем я выяснила что у нее даже и было разрешение от west а то есть она получила разрешение на разработку вот этот вот этих вот схем по этим двум картинам а потом я увидела что есть такой китайский набор ну то есть катина разработку китайцы просто украли вот и стали просто выпускать и ну это как все знаете про это наверное вот так что опыт до вышивания был и поскольку катерина бесперст является моим любимым дизайнером я потом у нее купила поваров потому что я когда увидела что она рисует и но делает схема поваров я просто влюбилась в них так мне не удалось вышить поваров всех депсе девять там девять да и и десятая схема в подарок если все девять покупаешь и и я вышила только трех поваров значит кто смотрит на мой канал знает что у меня произошла такая неприятность меня капелька клеем моментального клея капнула на работу и все дальше просто дырка там образовалась у меня должно было быть повод на меня были вышли уже три повара и должно было продолжаться вниз ну как то вот видимо мне нужно на какой-то другой основе шить и по другим каким-то канонам какие-то другие отступы я не очень не расстраиваюсь этих поваров я подарила своей подруге они у нее благополучно висят что-то я вам рассказываю слишком много далеко от вопросов ну я думаю у меня простить простите так а следующий вопрос поделитесь чей дизайн и привлекли вас больше всего и чем ну я вот только что рассказывала как раз про катерину бесперстову чем они меня привлекли ну понимаете тоже мы же ищем что-то созвучное себе в сюжетах да и мне очень близка цветовая гамма который использует катя мне очень близки несколько такие шаржевые или мультяшные вот ну не совсем мультяшные но близкие к мультяшным разработки и и да и соответственно булочка вообще шикарно сделано это моя любимейшая картина это просто моё ай ну как бы ну как сказать не альтер-эго ну просто ну как бы это и я воплощенных картине так я себя чувствую да и не претендую что это вот прямо я но для меня это я вот значит следующий вопрос набором какой фирмы вы отдаете предпочтение на сегодняшний день на сегодняшний день я не оригинально и пред отдаю предпочтение набором dimensions это первый так сказать приоритет dimensions в основном это игрушки елочные и я вышивала dimensions только три дизайна первый дизайн это мамина чашка и два дизайна с игрушками один дизайн набором шел а другой подбором и и после этого я как-то вот сориентировалась на dimensions вот так что на сегодняшний день это это dimensions и это из наборов да если смотреть сейчас мне стало нравится очень мне а да еще очень нравится мне неокрафт там немножко не мои сюжеты выслушайте такой ветер дикий на улице машина аж качает как бы мне не улететь канзас из канзаса изумрудный город ну вот неокрафт немножко не мои сюжеты то есть но тут этот маленький народец они мне нравятся они милые такие гномы но я просто не вижу их у себя в интерьере не вижу куда их приотачить да то есть при как бы как использовать эту вышивку но мне очень нравятся совушки я прям вообще в восторге я вышила сейчас пока только одну совушку это будьте здоровы это такая совушка врач но чудесно и мне очень нравится комплектация наборов и очень нравится их равномерка просто вообще мне нравится какие там пуговички вложены в наборы и как какие шармики они вкладывают в общем неокрафт рулит да очень нравится так следующий вопрос расскажите как выбираете какой набор начать вышивать следующим ныряйте в запасы заранее присматривайте дизайн заражайте просмотр в youtube это случайно спонтанно как то еще всегда по-разному то есть я ныряла я в запасы редко ну ныряла такое было да что я нырнула в запасы выудила оттуда вот это как раз последняя моя ну как не последняя крайняя моя работа это мулен руш я просто вот поскольку я сейчас жду очень сильно дизайн один от лавандер энлейс это ангел любви и ожидание просто вот ну такое я не могу просто так ждать и ничего не делать поэтому я выудила оттуда набор мулен руш иногда как правило то есть как бывает что я заражаюсь сюжетом и так хочу его вышивать что быстрее быстрее вышиваю предыдущий и беру следующий тот который мне очень понравился а заражаясь ли от просмотров youtube нет не заражаюсь ну может быть заражаясь но как-то не сразу не то что вот я там посмотрела и захотела шить у меня как-то это по-другому происходит вот следующий вопрос если случится так что при отшиве набора от любимого производителя у вас вдруг неожиданно закончатся нитки то побежите покупать новые ниточки по ключу подберете своих запасов остатков свяжитесь с компанией производителем и будете ждать разрешения проблемы у меня такого не было что то есть вернее что я рассказываю что я вам тут рассказываю конечно было у меня что у меня закончились нитки я не могу ждать я сразу что-то подбираю из своих запасов но опять таки это были только российские производители если бы у меня закончились нитки дименшинс я бы написала производителю обязательно следующий вопрос из вашего вышивального опыта перечислите что взяли на заметку понравились нитки иголка конвай теперь применяю только это из моего вышивального опыта из моего вышивального опыта я мне раз и навсегда понравился лен белфаст и это мой на самом деле один из двух фаворитов у меня есть два фаворита это лен пермин и лен белфаст вот два моих любимых льна и я всегда стараюсь вышивать только на них и нитки иголки конва нитки это дмс тут я не оригинально но недавно вот как бы я получила в подарок квакер осенний и там нитки конечно бомбезные вот я их еще не пробовала и скорее всего попробую и может быть страшно полюблю вот иголки я люблю иголки какие я люблю иголки а гиарнолоджи я очень сильно люблю иголки но сейчас они мне не доступны поэтому вышиваю тем что у меня есть у меня достаточно большая коллекция иголок и поэтому я особо там не разбираюсь так скомплектуйте свой идеальный набор идеальный набор это лен желательно крашеный лен это размер его это белфас да 32 скорее всего вот либо пермин какой-то из нитки нитки дмс либо викс дайвокс ну я еще раз говорю не пробовала эти нитки но мне они очень нравятся как они смотрятся по отзывам девочек скорее что они идеальны наверное ну игла в принципе бахин меня устраивает и что туда еще набор должен входить ну может быть какие-нибудь чудесные милые шармики вот это такой идеальный набор а будете ли вы и дальше искать свой набор своего производителя или уже нашли того самого нет я вообще не ищу свой набор своего производителя я всегда ищу свою схему и свой сюжет и мне все равно набор это подбор или еще что-то вот мне нужно воодушевиться сюжетом и тогда я буду вышивать вот ну вот такой вот был стек спасибо большое Юле Мирошниковой за вопросы и я надеюсь вам вас немножко хотя бы заинтересовали мои ответы и всем всего самого доброго и пока